Большой футбольный вечер продолжается. С вами по-прежнему Константин Калуцкий и мы продолжаем разбирать самые интересные матчи топовых чемпионатов. Недавно мы поболтали об игре Арсенала и Манчестер Юнайтед и теперь отойдем немножко от английских футбольных страстей и сосредоточимся на моей любимой Испании, где Барселона провела не самую выразительную игру с Хитафи. Вообще, после того, как каталонцы в великолепном стиле обыграли Реал в Суперкубке Испании, многие ждали, так скажем, продолжения банкета и ожидали, что сейчас синегранатовые будут просто рвать всех направо и налево. Но парадоксальным образом Хитафи оказал Барселоне куда более серьезное сопротивление, чем другой мадридский клуб, собственно, мадридский Реал. И в этой встрече пацаны с южных поигородов испанской столицы проявили себя куда интереснее, чем гламурные звезды из, собственно, самого важного столичного коллектива Реала. Так что отдадим должное Хитафи. Они показали себя просто вот настоящими бойцами. И в этой встрече, если бы не ужасающая реализация Борхи Майораля, который запорол все, что только можно, я думаю, Хитафи мог бы вообще добиться и победы, чисто теоретически. Но не сложилось. В общем, давайте разберем эту встречу. Но сперва должен напомнить вам, что наш спонсор — это компания «Утка Геймс», которая предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Вы можете пройти на телеграм-канал «Утка Геймс» и получить бесплатный прогноз каждый день. «Утка Геймс» — это проект, созданный ютуб-блогерами, с серьезными ребятами, которые каждый день публикуют халявные прогнозы. Так что дерзайте. По ссылочке в описании можете пройти на этот телеграм-канал и ознакомиться с их прогнозами. Каждый день бесплатный прогноз с высокой проходимостью. Ну, разумеется. Ну, а мы сосредоточимся на составах. У Барселоны терштеги на воротах. В центре Кюнде и Кристенсен. Обратите внимание, Кюнде появился на позиции центрального защитника. Наконец-то в своей родной зоне. Потому что до этого постоянно его использовали справа. А справа, в свою очередь, появился Серхи Роберто. Слева Кейта. Простите, Бальде. После сегодняшнего матча Спартака, где играл Бальде Кейта, начинаю путаться. Да, Бальде. В центре поля Бускец, Гави и Педери. То есть, Де Йонг остался на скамейке запасных. И Барселона отказалась от своего экспериментального варианта с четырьмя хавбеками, когда на поле появляются и Бускец, и Де Йонг, и Гави, и Педери. На этот раз один из них оказался на скамейке запасных. Ну, и впереди тройка атаки. Причем тройка атаки нестандартная. Три фактически бегунка. Это Дембеле, Фати и Рафинья. Ливандовский матч пропускает, поэтому вот, пожалуйста, приходится вот так экспериментировать. И забегая вперед, отсутствие чистого центрофорварда серьезно осложнило жизнь каталонца. Что касается Хитафи. Кики Санчес Флорес, главный тренер этой команды, который поразительно похож на Хью Лори, он же Доктора Хаус, который играл актер, вот, пожалуйста, выставил следующий подбор исполнителей. Сория на воротах. Человек прекрасно нам знакомый по выступлениям за Севилью. Кстати, когда-то даже в списках сборной Испании проходил. Дуарто, Дьене и Альдеретте в центре защиты. Дуарто не тот, который спартаковец, а совершенно другой, но тоже центральный защитник. Суарес и Иглесиас на флангах. Альгоби, Эмилья и Аланья в центре поля. Нужно ли вам напоминать, что Аланья это воспитанник Барселоны, который в свое время считался невероятно талантливым, но шанса не получил. Для него матч особый. Ну и, конечно же, матч особый для Борхи Майораля, центрального нападающего, воспитанника Реала, который очень старался забить в этой встрече, но регулярно запарывал моменты. Ну и рядом Юнал, турецкий нападающий, в качестве второго форварда. Итак, что не сложилось у Барселоны здесь? В плане стилистики, в плане игры, в плане тактики. Во-первых, каталонцам явно не хватало центрального форварда, и их атака оказалась слишком легковесной. То есть у них не было постоянного адресата на острие, и в итоге мы получили худший, так скажем, образец игры каталонцев. Когда они много владеют мячом, а они владели им почти 70% времени, но не знают, что с ним сделать, и не могут никак довести мяч до ударной позиции. В итоге, хоть Барса и владела мячом в два раза больше, но по ударам Хитафи вообще-то перебил своего соперника. У Хитафи больше выстрелов по воротам Терштегена, чем у Барселоны по воротам Сории. Так что здесь такая вот интересная ситуация. Центральные нападающие отсутствуют, и в результате каталонцы, как бы это сказать, окружили штрафную Хитафи и до бесконечности перекатывали мяч справа налево, слева направо и так далее. Все вот эти бегунки Дембеле, Фати, Рафини, они окружили штрафную соперника и не знали, что делать дальше. Попытаться на индивидуальном мастерстве прорваться и создать момент, но они бросались в эти отчаянные проходы. Но Хитафи обладает очень надежной обороной, очень дисциплинированными игроками. Тут все еще сильные традиции Пепе Бардаласа, тренера, который когда-то выстрелил из Хитафи, возможно, лучшую оборонительную машину Испании. И здесь Дьене, Дуарте, Альдеретте, очень надежные центрбеки, все максимально блокировали. К тому же схема игры Хитафи, фактически с пятью футболистами обороны, была невероятно эффективной против атаки Барса. Ну и да, разумеется, Дембеле, Фати, Рафини, эти ребята лучше всего себя показывают на скорости, на движении. А здесь, когда их плотно держат, когда Хитафи играет практически в автобусной тактике и негде разбежаться, разумеется, вот эта атака была просто накрыта. Что делала Барселона в итоге? Она пыталась раскачать на флангах ситуацию, но здесь включения Серхи и Роберто были не особо опасны, а Бальде слишком часто ошибался, либо принимал заурядные решения. Поэтому включения крайних защитников также были малоинтересны. И вообще большая часть опасных моментов Барселоны возникала в нестандартных ситуациях. Не в этой бесконечной осаде с 70% владения, а если, допустим, Хитафи допускал ошибку, Барселона ею вот этой самой ошибкой пользовалась. Только в таких моментах что-то возникало. То есть Гави отнимет мяч возле штрафной соперника и создаст опасный момент. Там Хитафи раскроется, слишком дерзко пойдет вперед, вот, пожалуйста, Барселона может этим воспользоваться, на скорости что-то создать. Ну и, в общем-то, гол с участием Рафиньи и Педре был забит тоже в не самой стандартной ситуации, в редком случае, в редком эпизоде, когда Хитафи позволил Барселоне выпрямиться и показать себя на пространстве, на дистанции. То есть вот эта бесконечная осада Барселоне просто ничего не дала в этой встрече. Опасные моменты и забитый мяч они оформляли в тех ситуациях, когда Хитафи отклонялся от курса, когда Хитафи слишком раскрывался и позволял Барсе действовать на пространстве, либо когда Хитафи непосредственно ошибался, терял мячи и так далее. При этом оборона Барселоны была кошмарна. Просто кошмарна. И тут, как видимо, мы лицезрели тот самый пример, когда бесконечные вот эти перестроения, вынужденные, все-таки сыграли свою негативную роль. Барса слишком много и слишком часто тасовала состав за последнее время. Из-за травм, из-за прочих неприятностей. И в итоге, получается, что здесь сыгранности нет. Серхи Роберто играет нерегулярно. Кюнде, ну, он чаще всего оказывается на правой бровке, а не в центре защиты. Бальде – это молодой паренек, который только начинает большую футбольную кагеру. И в итоге вот эта оборона просто откровенно валилась из-за контратак Хитафи. И Хитафи раз за разом создавал опасные ситуации, но, как я сказал, Борха Майораль здесь упустил все, что только можно. Он, кстати, гол-то в итоге забил в дебюте встречи, просто отмененный из-за его офсайда. И в итоге, ну, как бы это сказать, он стал своеобразным таким, если можно сказать, антигероем данной встречи. То есть он выходил один на один и не реализовывал эти моменты. Он упускал другие шансы. Вот тот самый гол, да, и оговорился. Там забил не Майораль, забил-то Юнал. И здесь, как бы, простите, да, это я уже совсем запутался. Юнал бил, Борха Майораль был на добивании. И вот здесь Борха и забил, но забил из офсайда. Да, вот так вот. В самом начале встречи уже запамятовал. Так вот, и здесь, вот понимаете, он оказался такой трагической фигурой для данной игры, потому что три шикарнейших шанса было. Один гол забил с офсайда и два упустил. А представьте, забил бы он два своих момента, реализовал бы он выход один на один, и здесь мы бы обсуждали сенсацию. А так обсуждаем матч, где Хитафи, скажем так, показал достойный футбол против грозного соперника, максимально заблокировал все сильные стороны Барселоны, максимально осложнил жизнь каталонскому клубу, но все-таки пропустил. В одной из тех ситуаций, когда Хитафи сам вот расслаблялся, немножко спускал уровень прессинга, ослаблял вот эти тиски и позволял сопернику создавать моменты на пространстве. В одной из этих ситуаций Хитафи пропустил. И при этом Хитафи запорол кучу моментов в атаке. В первую очередь, с участием Борхи Майораля. Вот как-то обидно, немножко даже за Хитафи, и за Марселя, простите, за Кики Санчеса Флореса, который здесь, ну, в общем-то, выстроил отлично игру, отлично подстроился под своего оппонента, но в частностях, в каких-то моментах, в эпизодах, в итоге все-таки проиграл. В том числе, из-за ошибок индивидуальных своих футболистов, которые слишком много запороли впереди и периодически все-таки давали слабину в обороне, забывая про то, что они играют с Барселоной, и с ней нельзя расслабляться, и нельзя давать их великолепной вот этой атаки суперзвездной разгоняться на скорости, нельзя давать им пространство. Хитафи периодически про это забывал, косячил, и это привело к поражению в том матче, где тактически Хитафи все сделал правильно и все сделал для хорошего результата. Подвела реализация в атаке и ошибки в обороне.